Здравствуйте! Это новости. В студии работает Салтана Тугельбаева, сурдоперевод Виктории Антонишиной. В Петропавловске подтопило больше 80 дачных участков. Все они расположены в прибрежной зоне реки Есель. Из-за переливов для легковых автомашин закрыта часть международной трассы в направлении Новосибирска. Вчера у поселка Заречного начался еще один перелив через дорогу. Длина его составляет 30 метров, глубина около 10 сантиметров. На месте подтопления дежурят спасатели, полицейские и дорожные службы. В комитете по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пик паводков в регионе придется на начало мая. Наблюдается спад перелива через гребень Сергеевского водохранилища. На сегодняшний день перелив составляет 81 сантиметр. При пиковой, который у нас был, это 1,68 м, который наблюдалось 19 апреля. Все подвержены потоплению дачные участки в поселке Заречном. Но на сегодняшний день, пока уровень не дошел, мы ожидаем в ближайшие дни в связи с поднятием уровня воды, именно на Петропавловском водохранилище, то, что возможно затопление дачных участков. Штормовое предупреждение сегодня объявлено в пяти регионах страны. В Восточном Казахстане из-за дождя. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северно-Казахстанской областях синоптики прогнозируют сильный ветер, грозы, град, туман. Лишь на юге и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Казгидрометия отмечает, что сейчас через территорию страны с большой скоростью перемещаются циклоны и антициклоны. Завтра в Астане начнет работу 26-я сессия Ассамблеи народа Казахстана. Одним из делегатов этого форума станет заместитель председателя Казахстанского конгресса «Татар» и «Башкир» Ренат Абдулхаликов. В центре внимания участников пять социальных инициатив главы государства. Повышение доступности и качества образования – это очень актуальный вопрос для нас сегодня, потому что принимаются большие государственные программы по развитию промышленности и сельского хозяйства. Строятся большие предприятия и вопрос в том, кто на них будет работать в будущем – это очень важно, потому что нам нужны квалифицированные кадры, которые будут работать на этих предприятиях. От Ахмолинской области на 26-ю сессию Ассамблеи прибудут представители этнокультурных центров, ветераны труда, руководители крупных хозяйств. Один из делегатов, Гири Хан Яндиев, принимал участие в работе сессии АНК более 10 лет. В этом году мы будем работать над разъяснением, работать над пятью социальными инициативами президента, очень своевременными, кстати. Мы будем также налаживать связи и в рамках программы «Ургани Жангру» с исторической родиной. Есть у нас планы развития, способствования развития туризма, такого взаимного, знаете, с Ингушетии, с Чечнёй. На 32% выросли инвестиции в строительную отрасль Костанайской области. Этому способствует и реализация государственных программ жилищного строительства. В первом квартале банки выдали в 2,5 раза больше новых займов, чем за такой же период 2017-го. Это все означает, что кредиты банковские стали доступными для населения, и банки также идут навстречу населению. Этому свидетельствует снижение среднеизвешенной ставки кредитов по ипотечным кредитам с 9,5% до 8,9%. В Восточном Казахстане с начала весны от укусов клещей пострадали 232 человека. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрированным. В регионе ведется противоклещевая обработка. В этом году 16 должностных лиц задержаны за получение взятки в Актюбинской области. Общая сумма ущерба для государства составила 158 миллионов тенге. Шесть административных производств заведено из-за нарушения сроков и порядка оказания госуслуг. С нарушителей взыскали 216 тысяч тенге штрафов. И к новостям в мире. Лидеры КНДР и Республики Корея проводят первые за 10 лет совместные переговоры. На повестке нормализации отношений между странами, а также денук реализации северокорейского полуострова, ожидается, что по итогам исторического саммита главы государств подпишут совместную декларацию. На границе посадят дерево в знак мира и согласия. Мы прибыли сюда с надеждой открыть новую страницу в истории двух Кореи. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры с президентом Мун Джи Ином, которые приведут к очень хорошим и значимым результатам. Я осознаю, какая ответственность лежит на наших плечах. Так давайте вместе проявим мужество и решимость и принесем мир и процветание на Корейский полуостров. С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора. Она стала символом мира. 20 человек получили ранения в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Висконсин. Возгорание началось после взрыва контейнера с сырой нефтью. Всего на заводе работает около 180 сотрудников. Их удалось эвакуировать. На месте продолжают работать спасатели. Место инцидента оцеплено. Местные власти рекомендуют всем жителям в радиусе 16 километров покинуть дома. Занятия в школах округа отменены. Все пострадавшие госпитализированы. 10 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Зона эвакуации расширена. Жителям запрещено приближаться к заводу из-за высокого риска отравления дымом. Японские инженеры представили робота-трансформера. Чудо техники всего за минуту может превратиться в автомобиль, способный перевозить двух человек. Все манипуляции происходят с пассажирами на борту. Территорию фабрики 4-метровый робот пока не покидал. В скором времени его отправят на выставку в США. И к другим новостям в Талдыкургане. Местные предприниматели помогут отремонтировать 50 дворов. Они установят детские игровые площадки. Бизнесмены помогают также с благоустройством самих дворовых территорий. Красят ограждения, лавочки, разбивают клумбы и высаживают деревья. В минувшем году в программу Туганджир было включено 14 проектов на общую сумму около миллиарда тенье. 8 из них завершены. А в этом году запланированы еще 5 проектов. Это строительство мечети и спортивных площадок, создание парковок и ремонт участков городских дорог. Одним из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» стал детский хирург Ерлан Рамазанов из Павлодара. Он стоял у истоков создания отделения неонатальной хирургии. Подробнее мои коллеги. Операции, выезды в район, на консультацию, транспортировки тяжелобольных пациентов в город. И так каждый день, практически без выходных и праздников. Для заведующего отделением хирургии Павлодарской областной больницы Ерлана Рамазанова это уже привычный график работы. Когда выписываешь пациента и видишь смех, улыбку благодарного нашего маленького пациента. И в этот момент ты осознаешь, что это твое призвание и что должен быть здесь. Ерлан Рамазанов пришел в медицину, когда только создавалась отечественная служба неонатальной хирургии. Семинары, конференции, мастер-классы от иностранных специалистов. Молодому врачу пришлось многому учиться заново и самостоятельно внедрять в практику новые виды операции. Доктор Рамазанов и сейчас продолжает искать инновации. Это такой наиболее, наверное, яркий представитель своего поколения. Поколение молодых людей, которые добились успехов именно за время нашей независимости. Именно наша страна, ее развитие, поступательное движение вперед. Создали, заложили основы для того, чтобы такие молодые люди, как Ерлан Мангельдин, смогли реализовать свой врожденный потенциал. Доктор Рамазанов стал одним из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана», за что он в первую очередь благодарен своим пациентам и, конечно, коллегам, которые решили отправить его кандидатуру на национальный конкурс. Мечта моя, как врача, естественно, это, чтобы наши дети не болели, чтобы медицина развивалась, чтобы в медицине нашли все ответы на нерешенные проблемы с заболеваниями. Персонал Павлодарской областной детской больницы – это 100 врачей и свыше 300 медицинских сестер. Только за последние три года здесь приняли в штат 18 выпускников медицинских вузов Казахстана, которые сейчас перенимают опыт у своих старших коллег. Активно делятся своими знаниями с молодежью и доктор Рамазанов. Из Павлодара Салават Тимирбулатова, Марат Игликов и Алексея Мельницкий. Итоговые выпуски новостей смотрите в 7 и в 9 часов вечера. А у нас на этом все. До свидания.